Всем привет, друзья! Вы на канале Amator Let's Play и у нас Need for Speed 2, 97-го года. Здесь такого режима, как прохождение, нет, но есть, сейчас посмотрим, тип гонки, турнир. Итак, заезд начинается. Ну, кстати, графончик по сравнению с первой частью очень даже ничего. Ультки плавненько. Ну, конечно, это не современные гоночки, да? Управление намного проще, чем в первой части. Блин, насколько сглаживание здесь лучше, чем было. Игра, напомню, блядь. 97-й год. Так, ладно, надо победить. Четыре круга. Я восьмое. Лидерские позиции. Так, я так понимаю, что коробка здесь автомат. Походу, в настройках при выборе... Блядь. При выборе режима... Ну, да, конечно, реализмом здесь не пахнет, честно говоря. При выборе режима игры там была настройка такая, типа симулятор или аркада. Я так понимаю, что если там выбрать симулятор, то будет ручная коробка передач. Но это только мои догадки, я не знаю точно. Блядство. Вот критиковали эту игру за слишком легкий уровень сложности. Аааа, сука. Вот. Ну, скажу я вам, что... Блядь, да, пока не сложно. Увидим, что дальше. Ааа, это уже второй, типа, круг пошел. Ну, такое. Едем и едем. Вот. Вы же знаете, что моя задача показать вам просто геймплей. В данном случае здесь ничего сложного нету. Да? Чтоб показывать, как проходить игру. Сейчас я показываю просто геймплей. Причем это у нас стоят сейчас все максимальные, типа, настройки. Интересно, как она будет выглядеть, если поставить на минимум все. Хотя, с другой стороны, да, 97-й год. В 98-м вышла Half-1. Уже, блин, довольно-таки неплохой графой. Самолет здесь вечно летает, короче. Где-то мы находимся, интересно. Так, а ты, типа, первый, да? Ой, блядь, короче, да, сбрасывает скорость. Хм, интересно. Если ехать не по треку, скорость будет снижаться. Да, я без понятия, как... Это просто первый опыт в записи гоночек, да? В скринкасте гонок. Я даже не понимаю, что здесь можно комментировать. Ну, типа, едешь, едешь. Особенно в круговой гонке, блядь. Все по кругу, все одно и то же. Едем на беленькой машинке. Вроде Макларен. Вроде бы. Ага, все, я, типа, приехал. Я второй. Наташа, блядь. Наташа, ладно, пусть будет Наташа. Окей, как дальше пройти, типа... Продолжить. Продолжить. Статистика турнира. Эм... Типа, 25 очков. А как дальше продолжить турнир? Есть только повтор, возврат, главное меню. Давайте главное меню. Чё-то ничего не понял. Я-то думал, что мы будем... Крены вот, наверное. Ну, вот уже какая-то другая трасса. Рога 1 из 4, позиция 2. Ага. Походу, так мы и продолжаем турнир. Таким... О, это уже интересненько. Да, это уже по городу. С какими-то поворотами даже. Которые... На максимальной скорости нереально пройти. Ну, да, это уже интереснее первого трека. Первой трассы. Бля, здесь что делать? Можно дрифт потянуть. Сейчас посмотрим. Так, а как здесь ручник? Я уже даже не помню. Вроде пробел. Ай, блядь, не видно ни хера. Так, и, короче, стартовали мы точно на тех же позициях, на которых закончили. Прикольно, можно поверачивать прямо в воздухе. Машина подлетела. Блядь, сука. Они еще и бодаются. Пинти. Блядь, а нету типа арки, как в гриде, например? Да, когда нужно было... Это еще что-то за хрень. Мухи типа, блядь. Жуки, мы сбиваем жуков, сука. Так, ясненько. И нам залепило камеру. Прикольно. Типа стекло лобовое залепило мухами. Ух ты. Уже догнал последних. Так, мы начали со второй позиции. Сейчас последний идем. У меня такое ощущение, что они типа ждали меня. Машинка абсолютно не меняется ее управление после аварий, после ДТП. Как ехали тут, едем. С той же управляемостью. Так, шестой из восьми, круг второй. Блядь, здесь очень огромные фуги. Интересно, сколько трасс всего. Потому что я не планировал очень много игрового времени тратить на эту часть. Нетферспида, хотел взяться сразу за третью часть. Блядь, опять мух. За Hot Pursuit. В которую я тоже не играл. Третью часть Нетферспида. Я начал играть Нетферспида уже с первого андреграунда. Наверное, как и большинство людей моего возраста. Так, третий. Ага, вот наши два лидера. Затяжной гриф. Вот. И я не знаю, есть ли режим карьеры до первого андреграунда. Вот как видите, здесь пока нет. А в первом Нетферспиде вообще не было никаких нетурниров, никаких режимов, кроме одиночной гонки. Но зато одиночную гонку можно было настраивать. Там и полиция была, здесь ее нету. Здесь чисто гоночки. Так. Блядь, что-то они так оторвались. Не, наверное, я их уже не догоню. И эта хрень, которая в прошлый раз была первой, наверное, и в этот раз тоже придет первой. Вот. А я читал в описании... Ух, блядь, мы летаем. Я читал в описании, что если победить в турнире, то типа дают какую-то бонусную трассу. Вот. Хотелось бы ее увидеть, поэтому хотелось бы победить в турнире. Ну, треки, видите, старались сделать интересными. То есть есть и городская здесь часть, и у моря мы едем, и по бездорожью. Типа как бы по бездорожью нам бы такие бездорожья. И тоннели есть, еще и жутки, короче, лобобоку залепляют. Бля, ну они круто едут. Скажу я вам эти двои первых. Да, наверное, я таки буду приедем. Если еще доеду. Приедем. Они как ехали, таки едут. А друг за дружкой одинаково вообще они не меняют своих позиций. Сука. Блядь. Да, блядь, меня обогнали. И еще обогнали. Ну вот, как я и говорил, если я и доеду. Сука. Ага, она зависла, короче. Хреново ее портанули. Так, ладно, не буду я продолжать турнир. В общем, геймплей мы посмотрели. На этом все. Спасибо вам за просмотр. В следующий раз посмотрим третью часть Need for Speed. Надеюсь, будет круто. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.